МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей. Чем запомнился этот день, расскажу вам я, Светлана Кима, журналисты информационной службы телекомпании ОТРАР. Вначале коротко о главном. Охват полный, знания нет. Казахстан занял 74 место в рейтинге по индексу знаний. Неприятное лидерство в Шемкенте, люди часто попадают в ДТП. Диагностика, спасающая жизни, как бороться с опасным заболеванием. Поздравить, не навредив, что подарить учителю. В рейтинге по индексу знаний Казахстан занял 74 место среди 133 стран. Это отражает средний уровень развития системы образования. Несмотря на практически полный охват школьников обучением, есть проблемы с качеством знаний. Эксперты подчеркивают важность контроля качества обучения и профессиональной подготовки педагогов. При этом инвестиции в сферу образования ежегодно растут. Анастасия Новикова расскажет подробнее. Казахстан оказался в середине рейтинга по индексу знаний. В нем учитываются такие факторы, как образование, информационно-коммуникационные технологии, исследования и разработки, а также экономика страны. В рейтинге по индексу знаний за прошлый год наша страна заняла 74 место среди 133 стран. Индекс составил 45,6. Первое место у Швейцарии с индексом выше 69. На пятом месте США. Среди наших соседей Россия заняла 57 место с индексом чуть выше, чем у нас – 47,9. Хуже дела обстоят в Узбекистане и Кыргызстане. 78 и 84 места с индексом ниже 45. Замыкают рейтинг африканские страны – Нигеры, Чад – 25,5, 23,2 соответственно. По словам экспертов, подняться на несколько ступеней выше позволил большой охват образованием. В школах учатся почти 100% юных казахстанцев. Тем не менее, в рейтингах уровня образования наша страна обычно в середнячках, а то и ниже. Так, например, по словам депутата Ирины Смирновой, в рейтинге международной оценки навыков школьников ПИЗа мы оказались ближе к концу списка. Особенно подвела читательская грамотность среди детей. Всего 1-2% школьников понимают, что они прочли и могут проанализировать информацию. Ребята не понимают того, что прочитано, по сути. Они могут читать только очень короткие тексты, не вникая в их содержание. Вот это большая проблема. И если мы этого не сделаем, то у нас не будет подниматься ни качество образования по математике, ни по естественным наукам. При этом инвестиций в образование достаточно. За 8 месяцев этого года инвестиции в основной капитал составили почти 415 миллиардов тенге. На 69% больше, чем годом ранее. Эксперты говорят, важно, чтобы каждый тен расходовался в нужное русло. А в сфере школьного обучения важно качество образования. Так, грамотность педагогических кадров следует мониторить не по тестированию, а вживую на уроках. Есть педагоги, которые, знаете, собирают с параллельных классов лучших учеников, готовятся несколько дней, иной раз в месяц, в неделю, чтобы показать какой-то открытый урок. Поэтому, вот если мы говорим об академической честности и в честности в целом, то нужно, наверное, каждому педагогу, каждому министру, любому работнику в сфере образования, говорить о том, какие есть проблемы. Цель не просто в том, чтобы дети посещали школу, а в том, чтобы они получали полноценные знания и были подготовленными к современным вызовам, говорят специалисты. На днях в интернете разгорелся громкий скандал вокруг американского рэпера и продюсера Пи Диди. Настоящее имя Шон Компс. Музыканта обвиняют в ряде серьезных преступлений. На фоне этого всплыла информация, что несколько лет назад рэпер посещал Казахстан. В частности, выяснилось, что Пи Диди побывал в одном из детских домов страны, что вызвало бурную реакцию и множество слухов в социальных сетях. Вопрос о причинах визита артиста в Казахстан остается актуальным. Как стало известно, в тот же день в Алматы проходила закрытая вечеринка в честь открытия бутик-отеля Донателла Алматы, куда был приглашен и сам Пи Диди. Несколько источников из отечественных СМИ, включая Орда.КЗ, утверждают, что это событие стало основной причиной приезда музыканта в страну. Напомним, знаменитый рэпер-продюсер, основатель собственной телесети и трехкратный лауреат премии Грэмми Пи Диди на данный момент находится под следствием. По ряду серьезных обвинений ему инкриминируют участие в сговоре с целью рэкета, торговлю людьми для сексуальных услуг и организацию перевозок для занятия проституцией. В Туркестане торжественно отметили Международный день пожилых людей. Глава области Дархан Сатыбалды встретился с ветеранами и подчеркнул их значительный вклад в развитие региона. Ветераны поделились своими идеями по дальнейшему развитию Туркестана, а также получили благодарственные письма. В Туркестане отметили Международный день пожилых людей. Глава области Дархан Сатыбалды встретился с ветеранами в новом здании Дома дружбы и подчеркнул их вклад в социально-экономическое развитие региона. Поздравляю вас с Международным днём пожилых людей. Ваша патриотическая природа и мудрые слова вносят огромный вклад в единство нашей страны. Вклад старшего поколения в становление нашего государства и укрепление межнационального согласия велик. Ваши слова – это кладезь мудрости. Молодое поколение должно прислушиваться к вашим советам. Почёт и поддержка пожилых людей не ограничивается лишь одним днём. Этот вопрос всегда в приоритете государства. В ходе встречи пенсионеры поделились своими идеями по вопросам развития региона, духовности и поддержки пожилых людей. В рамках праздника ветеранам вручили благодарственные письма. Сегодня для нас, ветеранов, особенный день. Здесь среди вас сидят те, кто долгие годы трудился во благо народа и родного Туркестана, поднимал экономику, развивал важные сферы и создавал условия для процветания будущих поколений. Мы гордимся тем, что внесли свою лепту в развитие нашего региона и видим, как Туркестанская область продолжает двигаться вперёд. Поздравляю всех с праздником. Нам радостно видеть, что ваши усилия не прошли даром. Государство поддерживает нас, пенсионеров. Когда президент приезжал сюда, он отметил, что многое уже сделано, но ещё больше предстоит. Наш Туркестан процветает, и мы верим, что совместными усилиями его развитие продолжится и в будущем. Государство улучшает систему пенсионного обеспечения. Базовая пенсия индексируется на инфляцию, солидарная с опережением на 2%. С января этого года солидарные пенсии увеличены на 9%, базовые – в минимальном размере до 65% от прожиточного минимума. В целом, политическая и экономическая модернизация страны будет продолжена. Все эти планы, конечно же, нацелены на повышение качества жизни наших людей. Нас всех ждут большие дела. Особая ответственность возлагается на тех, кто облечён властью. Мы обязаны трудиться с полной отдачей, чтобы обеспечить благополучие граждан. В Туркестанской области ведётся работа по улучшению социального положения пенсионеров и пожилых людей. Открываются центры активного долголетия. В регионе проживают около 200 тысяч пенсионеров и ветеранов, среди которых 11 – ветераны Великой Отечественной войны. А наш эфир продолжит дайджест основных событий страны. Сегодня на Отураусском нефтеперерабатывающем заводе приступили к планово-предупредительным работам. Комплекс мероприятий проводят согласно законодательству о соблюдении промышленной безопасности и графику, утверждённому Министерством энергетики. В этом году в работах задействовали больше 2000 сотрудников и 70 единиц спецтехники. Подобные планово-предупредительные работы на Отураусском нефтеперерабатывающем заводе проводят регулярно с целью обеспечения стабильного состояния оборудования и повышения эффективности производства. При этом вопрос охраны окружающей среды – один из важнейших. Для исключения попадания в атмосферу вредных веществ, процесс очистки технологического оборудования проведут в закрытой системе. Для выполнения запланированных мероприятий всё оборудование проверили заблаговременно. Необходимые материалы доставили в срок. На технологической установке каталитических крепингов планируется замена специального конического клапана, ремонт циклонов реакторного блока, а также на установке ЛОАВТ планируется замена трансферного линии трубопровода. Помимо этого мы проводим технические освидетельствования сосудов, работающих по давлению, а также трубопроводам. С началом плановых работ отгрузка продукции предприятия не остановится. Основные виды нефтепродуктов будут отгружаться за счёт накопленных запасов в соответствии с графиком, утверждённым Минэнерго. Сформированный объём запаса нефтепродуктов в резервуарном парке завода составляет автобензинов 30 тысяч тонн, дизельного топлива 15 тысяч тонн, авиатоплива 6,5 тысяч тонн и жиженого нефтяного газа 500 тонн. Планируется, что до конца октября все работы завершат и предприятие продолжит стабильную работу. 42 новых водохранилища планируют построить в Казахстане. Это позволит накопить больше 2,5 миллиардов кубометров воды. На сегодня запасы Казахстана составляют 106 кубических километров воды. 55% из них образуются на территории республики. 44% поступает к нам по трансграничным рекам из соседних стран. Основная доля забора приходится на сельское хозяйство и промышленность 65% и 25% соответственно. Перспективы развития энергетической отрасли обсудили члены Народного штаба за строительство АЭС с общественностью ЖТСУ. Депутаты вместе с экспертами и общественными деятелями провели ряд встреч, побывали на предприятиях, где наряду с вопросами поддержки отечественных производителей обсуждались и задачи референдума. В частности, жители спрашивали о пользе и рисках, обусловленных строительством АЭС. На встречах с молодежью говорили о важности изучения новейших методик и внедрения инноваций в производство. Нужно расценивать референдум как реализацию концепции «слышащее государство». Президент Касымжумар Тукаев заявил, что общественно значимые вопросы, от которых напрямую зависит будущее страны, должны решаться не в кабинетах, а в условиях открытого диалога с народом. Важно еще раз подчеркнуть, как решит народ, так и будет. 177 международных наблюдателей будут следить за проведением референдума в нашей стране. Они представляют 30 иностранных государств и 4 крупные международные организации. Об этом сообщили в Центр избиркоме, где сегодня прошло заседание Центральной комиссии референдума. Освещать события 6 октября будут 200 иностранных журналистов, которые уже получили аккредитацию в МИД. Они представляют 37 стран. Возможность приступить к подсчету голосов после того, как проголосуют все включенные в список на участки референдума, установлены территориальными комиссиями регионов на 541 участке из 10 325. Это только те участки, которые образованы в воинских частях, санаториях, домах отдыха, следственных изоляторах и больницах. Все остальные участки будут голосовать до 20.00, независимо от того, проголосовали все включенные в список или нет. Казахстанские рукодельницы установили новый рекорд Гиннеса, представив самое большое корпе в мире. Площадь гигантского изделия составила свыше 11 тысяч квадратных метров, а презентовали его в столице на всемирных играх кочевники. Рукодельницы разложили свое изделие в этноауле, где смогли в полной мере показать его масштаб. Там же корпей замерили представители книги рекордов Гиннеса. Точная площадь составила 11 тысяч 200 метров. Собрали его из 450 одеял. Уже тогда было понятно, что это новый рекорд. И вот на днях рукодельницы получили официальное подтверждение, что их лоскутное одеяло занесли в мировую книгу рекордов. Корпе шили мастерицы со всего Казахстана. Из них 30 из Павлодарской области. Все они использовали единый стиль. Каждый цвет и орнамент несет особый смысл, символизируя гостеприимство, изобилие и свободу казахского народа. Отметим, до этого самым большим корпе в Казахстане считалось изделие длиной в 500 метров. Удивили мир. Недавно нам позвонили из Алматы и сказали, Синше, вы вошли не только в нашу книгу рекордов Гиннеса, но и в мировую. Мы все очень обрадовались. Вообще, мы готовились к проекту «Аламан Курак». Шить корпе мы начали 9 месяцев назад. И так совпало, что наше изделие было готово к сентябрю. Мы решили удивить всех и повезли корпе в столицу. Грипп, ковид и пневмония начинаются как обычная простуда, а лечатся по-разному. Поставить верный диагноз помогут анализы при простуде в гемотест. Грипп, ковид и пневмония начинаются как обычная простуда, а лечатся по-разному. Поставить верный диагноз помогут анализы при простуде в гемотест. 5 октября в Казахстане будут отмечать День учителя. Неизменной традицией на этом празднике остаются букеты цветов и небольшие подарки, которые родители и дети дарят педагогам. При этом законом не ограничено дарение дорогостоящих подарков. Но если они будут стоить дороже пяти МРП и совершены взамен какой-либо услуги, учителя можно будет привлечь к ответственности. Как порадовать учителя в рамках закона, разбиралась моя коллега Анастасия Новикова. В День учителя дети и родители могут поздравить педагогов и подарить им цветы или символические подарки. Но есть важные условия. Учитель не должен оказывать никаких услуг в обмен на подарок, например, завышать оценки. Подарок стоимостью больше пяти МРП – это 18 460 тенге, переданный в обмен на какую-то услугу, может считаться нарушением закона. В цветах я лично ничего плохого не вижу, если подарить цветок. Но если это уже как идёт обязательная атрибутика, то есть если ты не подаешь цветы, а учитель начнёт срываться на твоих детях, это уже, конечно, неприимлемые вещи, считаю. Моё мнение, ничего страшного в этом нету, именно в цветах, а не в дорогих подарках. В профильном министерстве отмечают, что букет – это классический подарок, символизирующий уважение и признательность. Традиция дарить цветы укрепляет связь между учениками и учителями, подчеркивая важность роли педагогов в жизни каждого человека. Цветы, добрые слова – всё это символы уважения и признательности, которые мы можем подарить своим учителям. Такие жесты создают тёплую атмосферу и укрепляют связь между поколениями, показывая, насколько важен труд учителя. Это всегда было доброй традицией. Казахстанцы сошлись во мнении – дарить, но не задаривать. От дорогостоящих подарков следует отказаться. Дорогие подарки нельзя подарить, по-моему. Я сама учительница. Учителям книги дарит и всё. Цветы, конфеты – этого достаточно. Роскошные – нет. Ну, уделить внимание, оказать внимание. Сами учителя отмечают, что лучший подарок – это внимание и уважение, поэтому во многих школах дети записывают видеопоздравления на смартфоны. День пожилых людей в ТО «Водные ресурсы маркетинг» прошёл в тёплой ламповой обстановке. Бывшие коллеги давно не виделись друг с другом. Встреча, организованная администрацией предприятия, стала приятным подарком для ветеранов труда. Увидеть старых друзей дорогого стоит. В тёплый солнечный день пенсионеры, которые работали в ТО «Водные ресурсы маркетинг», стали главными героями дня. Ветеранов на предприятии чтут и помнят не только праздничные дни. 1 октября – особая дата. «Наше предприятие достигло хороших успехов. Мы по праву считаемся лучшими в Казахстане и Центральной Азии. И в этом ваша большая заслуга. Это произошло благодаря вашему труду. Спасибо, дорогие коллеги, с праздником вас!» Многие из этих людей отдали годы жизни работе в сфере водоснабжения, водоотведения. Благодаря им шимкенцы бесперебойно получали вкусную и чистую воду. Любовь Андреева работала машинистом насосной станции, и в этот день она была рада увидеть своих коллег. «Я очень рада. Такое внимание, как нашим водоканалам, нам уделяют пенсионерам, что такой стон хороший накрыли, что мы увидели своих старых работников. Это очень приятно. Потому что резко мы встречаемся». Те, кто не смог посетить праздничное мероприятие, получили подарки и поздравления от профсоюза предприятия «Прямо домой». Никто из ветеранов труда не остался без внимания. Продуктовые наборы получили 155 работников, то водные ресурсы маркетинг, находящиеся на пенсии. Уважаемые жители Шимкента и Туркестанской области, дорогие подписчики газеты «Рабат» и «Онтустык Рабат», приглашаем вас на традиционный день подписчика, который пройдет в четверг, 10 октября 2024 года в 9.00 утра в здании телеканала «Отерар» по адресу улица Турикулова, 15. В этот день вы сможете не только оформить подписку на газеты, получить подарки от наших спонсоров и поучаствовать в лотереи с ценными призами. Кроме того, за чашкой чая вы сможете обсудить актуальные вопросы и внести свои предложения главным редакторам. Ждем вас! А наш эфир продолжит деловой обзор. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Николя Бланше обсудили меры для устойчивого экономического роста Казахстана, включая бюджетную политику, налоги и инвестиции. В свою очередь, финансовый директор Всемирного банка Аншулакант предложила новые механизмы финансирования и обозначила приоритеты сотрудничества на 2026-2030 годы. Состояние бизнесмена Владимира Кима, по данным Bloomberg, увеличилось на 500 миллионов и достигло 7,67 миллиардов долларов, что позволило ему войти в топ-400 богатейших людей мира. По данным Национального банка Республики Казахстан, 2 октября 2024 года, доллар США – 480 тенге, 11 тин, евро – 532 тенге, 25 тин, китайский юань – 68 тенге, 42 тин, российский рубль – 5 тенге, 14 тин. После атаки Ирана на Израиль акции «Локнет Мартин» и других производителей оружия резко выросли на фондовом рынке. Национальное агентство Узбекистана анонсировало штрафы и аресты за незаконную торговлю токенами «Хамстер Камбат». По информации Комитета госдоходов, официально в Казахстане сдают недвижимость в аренду почти 124 тысячи человек. В прошлом году индивидуальные предприниматели заплатили в виде налогов больше 93 миллиардов тенге. Ежегодно этот бизнес приносит одному предприимчивому казахстанцу в среднем 2 миллиона тенге. Что касается цен, то по данным НАТС статистики, за последние 6 лет съем в среднем по стране подорожал в 3,5 раза с 1500 до 5000 тенге за квадратный метр. По наблюдениям аналитиков, ощутимый скачок произошел в 2022-м, когда спрос вырос из-за российских релакантов, но после ажиотаж стих и ситуация стабилизировалась. Однако отката цен до прежнего уровня все же не произошло. В августе этого года аренда в среднем стоила чуть выше 4000 тенге за квадратный метр. Это на 4% больше, чем годом ранее. В новом маркете Черемушки огромный ассортимент продуктов отличного качества из Европы и местных товаропроизводителей. Чаи и конфеты, соусы и специи на любой вкус, колбасы и сыры, молочные продукты и детское питание, большой выбор свежих овощей и фруктов, соки и напитки, кондитерские и хлебобулочные изделия, широкий ассортимент бытовой химии. Маркет Черемушки – это высокий стандарт качества и свежести продуктов. Ждем вас по адресу улица Жильтоксан, 20. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите итоговый выпуск новостей. Шимкент оказался в числе лидеров по числу ДТП. Местные власти и эксперты активно анализируют причины этой тревожной статистики. Одни возлагают вину на безответственное поведение водителей, другие настаивают на необходимости ужесточения правил получения водительских прав. Мой коллега Шудин Саидов провел исследование аварийно-опасных участков дорог мегаполиса. Это ДТП в Шимкенте назвали одним из самых нелепых. Водитель большегруза потерял управление на ремонтируемой дороге, и машина перевернулась. К счастью, обошлось без пострадавших. А вот эта страшная авария произошла месяц назад. На одной из улиц столкнулись несколько автомобилей. Водители не справились с управлением, что привело к трагедии. С начала года на дорогах Шимкента погибли 66 человек. Причины ДТП могут быть самые разные, считает Бахтияр с 28-летним стажем вождения. Он и сам недавно стал участником аварии. Его автомобиль ударили сзади на абсолютно ровной дороге. По его словам, водитель был без достаточной практики и навыков. Сейчас, в данное время, молодежь совсем не следит на ничего. Все время на соту смотрят они. Вокруг что, даже не знают, в наушниках сидят, ничего не слышат, даже сигнал не слышат. Ездят, как попало. Местная власть уверяет, делается все возможное для снижения аварийности. На помощь приходят и современные технологии. Ведется ремонт городских дорог. Статистика ДТП по сравнению с прошлым годом выросла, но сейчас идет к снижению. Мы проводим работу вместе со всеми ведомствами. Таким образом, зарегистрировано 157 уголовных дел. Пострадало 182 человека. Сейчас создана специальная комиссия, которая будет выполнять свою работу. Перегресток улиц Кунаева и Далгьяхана раньше считался одним из самых аварийных в городе. Сегодня ситуация изменилась. Здесь установлены умные камеры, светофоры работают по расписанию. А полицейский участок функционирует круглосуточно. Однако проблемные участки остаются. И одно из ключевых решений для снижения аварийности – это внимательность самих водителей. Ее отсутствие может стоить жизни. Ежегодно в октябре МИР отмечает Международный месяц осведомленности о раке молочной железы. Этот месяц посвящен повышению осведомленности о данном заболевании, его профилактике и ранней диагностике. Поддержка и информирование населения играет ключевую роль в борьбе с этой болезнью. Важно помнить, что ранняя диагностика значительно увеличивает шансы на успешное лечение. Какие методы лечения предлагают онкологии Туркестанской области, узнавала Елена Карпенко. Четыре года назад мама троих детей Нурсулу Тимирова не могла поверить в страшный диагноз – рак молочной железы второй стадии. Женщина обратилась к нескольким специалистам для повторной консультации, не желая принимать реальность своего заболевания. Однако после осознания ситуации Нурсулу приняла решение начать лечение. После биопсии озвучили, что у меня рак молочной железы. Конечно, это был шок, это было потрясение для меня, неприятие этого диагноза. В общем, я решила перепровериться, пошла ко второму врачу, то есть узнать мнение другого врача, третье мнение. Взяла материал биопсии, пошла перепроверить у другого морфолога. И все-таки коллеги подтвердили, что я должна была немедленно начать лечение. Поэтому мне вот с шесть курсов, потом операция была, потом еще четыре курса химиотерапии. Завершила я лучевой терапией. И после лучевой терапии уже меня отправили на амбулаторное лечение. Это получаешь ежемесячно гормонотерапию, чтобы предупредить дальнейшую уже ремиссию. Поэтому сейчас я, слава богу, наблюдаюсь и получаю гормонотерапию. Считаю, что я уже три года в ремиссии. По статистике, узнав о страшном диагнозе, многие люди испытывают сложности с принятием проблемы и откладывают начало лечения, теряя драгоценное время и упуская шанс на полное выздоровление. На самом деле сразу принять ни у кого не получится. Даже я, будучи врачом, я проходила через этот период. У меня даже было желание все бросить. То есть поначалу у всех происходит такое, знаете, уже ставишь крест на всем, да, думаешь, все, уже конец света, то есть дальше уже не хочешь бороться. Именно на этом этапе важна поддержка близких, самых близких людей, чтобы морально поддержали. Потому что именно эти люди, они нуждаются в поддержке близких людей, в поддержке психолога. Тут нет ничего плохого, если вы обращаетесь к психологу на этом этапе. Я тоже неоднократно обращалась к помощи к психологам, да. Важно на этом этапе не сдаваться и занять себя чем-то таким, как сказать, любимым делом, что ли. Я периодически занималась какими-то любимыми своими делами, хобби, чтобы что-то вас отвлекало. И, естественно, позитивно думать, что даже мотивирует каждого человека. Допустим, меня мотивируют мои дети. Я фанат своих детей, поэтому, смотря на них, даже я боролась. Рак молочной железы – одно из самых распространенных форм онкологических заболеваний среди женщин. По статистике, каждая восьмая женщина сталкивается с этой болезнью. Однако, своевременное выявление и лечение могут существенно повысить шансы на успешное выздоровление. Врачи настоятельно рекомендуют проходить регулярные обследования, включая маммографию, начиная с 40-летнего возраста. Для чего нужен клиник? Он нужен, чтобы выявить образование, пусть это будет доброкачественное, злокачественное, на ранних стадиях. То есть, это масса обследования населения с целью выявить опухолевые заболевания на ранних стадиях. Это первое. Насчет скрининга. Второе. Точного ответа нет, почему возникает рак молочной железы. Но у нас есть предрасполагающие факторы, которые в какой-то степени приводят к появлению рака молочной железы. В первую очередь, это, конечно, стресс, это малая рождаемость, частые аборты, экология, наследственные факторы тоже играют роль. Это до 15% случаев встречается. Современная медицина предлагает разнообразные подходы к лечению рака молочной железы, включая как локализованные, так и системные методы. Лечение определяется в зависимости от стадии болезни типа опухоли и гормонального статуса. Операторами лечения сейчас претерпели очень большие изменения. Учитывая размер опухоли и учитывая подтип опухоли, мы можем даже проводить органно-сохранные операции. Существуют импланты. Мы предлагаем больным заменить молочную железу на импланты. Президент Казахстана Касым Жумар-Тукаев неоднократно подчеркивал важность онкологической помощи в стране. Он отметил, что Казахстану необходимо сосредоточиться на профилактике, ранней диагностике и современных методах лечения онкологических заболеваний. А также подчеркнул важность использования передовых технологий для диагностики и лечения рака. Мы будем совершенствовать здравоохранение, повышать качество медицинских услуг и доступ к ним, особенно в отношении онкологических заболеваний, которые представляют серьезную угрозу для здоровья нации. В 2023 году рак молочной железы подтвердили у 241 женщины. Онкологи напоминают, рак – это не приговор, а болезнь, с которой можно и нужно бороться. На этом все. Далее наш эфир продолжит прогноз погоды. Подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях Instagram, Telegram, YouTube, Facebook. Все самое интересное и полезное читайте на сайте otrart.kz. Мы – ваше телевидение. Ждите новостей. В четверг 3 октября в Шемкенте облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 27, ночью плюс 16. Редактор субтитров А.Семкин